Добрый вечер. Мы представляем Новосибирский открытый университет Летосу Атона Коваленко, вашим научным сотрудником антибиотики книг Руковой ПСКП Дагасуран. Я ему просто передаю микрофон, он озвучит то, о чем он сегодня собирается нам повезти. Спасибо. Добрый день. Я на самом деле очень волнулись, так что прошу прощения заранее за всякие заминки и все-все-все. Тема моей непосредственной области научных интересов звучит как бытование охотников в Древней Руси, на премьере в первую очередь сказания про Тетяна Персянина. И мне так понравилось, когда эту встречу анонсировали, кто-то на фейсбуке сказал, что непонятно вообще ни слова, поэтому я не пойду. Вот. И поэтому начнем я на самых базовых понятиях. То есть просто я буду рассказывать все, что знаю по очереди. Это не так много, но если что, вы лучше задавайте уточняющие вопросы. Сразу мне будет так проще, наверное, не заблудиться в потоке материала. Так вот. Ну, так уж получилось, что вся литература так или иначе связана с... В том числе с какими-то легендами, обработками и каким-то таким необычным флером вокруг. Литература существует не сама по себе, но в том числе в виде каких-то вариаций, редакций. И, скажем так, истории не существует одна. История всегда существует в определенном контексте, и этот контекст тоже заслуживает определенного интереса. И так уж получилось, что мы, как европейская цивилизация, определенная, воспитанная так или иначе на христианской культуре, что говорить о европейской, русской, постоянно, изучая эту культуру, сталкиваемся с вопросом апокрифа. Апокриф появляется... Это книга, по-другому отреченная, литература запрещенная. Можно сказать, что апокриф, ну, в переводе греческого, апокрифта, скрытая сокровенная тайна. Практически в любой религии, у герметистов в Египте, у, по-моему, в Индии, в том числе у ранних христиан, и у людей, рутуют какое-то предание о тайной литературе. Вот есть общее учение для лайков, для простецов, то, что можно, в принципе, говорить всем. А есть еще какой-то скрытый культ, который доступен только избранным, просвещенным и только тем, кто этого заслуживает так или иначе. Ну, то есть то, что, в принципе, в какой-то смысле в некоторых секторах бывает, современных. Так вот, и это понятие, в том числе, относится к христианской культуре, и получается, что как только появляется христианский культ, как только появляется христианская литература, текст, сразу же появляется еще дополнительный слой окружающих произведений, которые тоже трактуют вот эти события, которые были. Об этом, например, говорит уже евангелист Лука в первой главе, когда он так начинает свою книгу. Поскольку многие вот державные феофилы начали повествовать о бывших явлениях, то и я решил достоверно все испытать, узнать то, что именно было, и написать тебе без всяких домыслов. Некоторые видят еще евангелитана, когда он пишет, евангелист Ан, что много чего сделал Иисус, но всему миру не хватит, мира не хватит для того, чтобы вместить вот этих книг. Вроде бы как тоже это говорит о всяких преданиях, которые окружали историю Христа. И даже до этого в уйдейской культуре книги Даниила, которые он прячет под персов, чтобы они не осквернили священный текст уйдейский, их тоже называют скрытыми, тайными. Но это такой комплекс литературы, который примителен к христианской культуре, мы называем апокрифическим преданием, то есть то, что напрямую не согласуется с каноническим текстом. Вообще вопрос канона для первых четырех веков христианской культуры стоит достаточно остро. В каждой общине христианской, которая так или иначе развивается, есть свои тексты. Есть свое какое-то повествование, записанное через апостолов, переданное в посланиях, или так или иначе устно передаваемое. И эти тексты между собой часто не совпадают. Это выявляется уже в течение первого века, и только авторитет старших в общине поддерживает вообще значимость этих текстов. Их настолько много, что они между собой не пересекаются, и встречаясь на заборах, сталкиваясь на каких-то общих встречах, отдельные общины приходят к тому, что им необходимо как-то договориться о том, что действительно верно, а что неверно. И уже к третьему веку появляются в списке более-менее общих винитых книг, которые говорят, что да, вот это те вещи, которые церковь на этот момент принимает. Эти тексты между собой разнятся, и у них появляются достаточно необычные интерреляции. Так, например, апокалипсисана Богослова, по-моему, не принимали до конца IV, то и до V века, то есть уже после того, как там он был установлен. Герсей Виккисарийский в IV веке поделил книги на три типа. Он говорит, что есть канонические книги, то есть приемные. Канонические есть по Малакумену общепринятые книги, которые, в принципе, допустимы читать, и в них нет ничего вредного. Есть Антелегомена, это спорные книги, в которых хранится информация, которая кем-то принимается, кем-то не принимается. Он туда относит послание к евреям, второе и третье послание к литра, по-моему. И относит еще третий, четвертый вид, это нота, или арета. Это полностью подложенные, ложные и неправильные архитические книги, которые читать ни в коем случае нельзя, потому что они хранят в себе какое-то не просто юридическое, а гонастическое учение, которое полностью искажает учение церкви в этом плане. И поэтому, основываясь на роде там ситийские дивизии, и потом, так иначе, развивая на сервики из Франсоболе в конце IV века, в итоге договариваются считать, что и канон Либии, канон Нового Завета, состоящий из четырех евангелистов, и яния апостолов, и четырнадцати посланий апостольских площадей. А вот все, что следует, так или иначе, становится не то чтобы запрещенным, оно становится легендарным в каком-то плане. Что-то полностью отрицается, это обогревы, именно как запрещенные книги, которые читать ни в коем случае нельзя вообще. А что-то, как спорные антилигроменные книги, являются в каком-то смысле допустимыми, но в той или иной степени оговорки. И впоследствии вот это вот дополнительное предание становится какой-то литературой, которая окружает исходный наркотик текст. Получается, что если вот у нас есть канон, те тексты, которые так или иначе приняты, и согласны, что они действительно описывают события, или библиейской истории, то все, что следует, это текст, расширяющий этот канал. Потому что сами по себе Евангелия, они очень жарны, и в каком-то смысле лаконично описываются одно и то же, собственно, один и то же текст. Читать их, может быть, не то, чтобы интересно, но в каком-то смысле этот текст очень никто напоминается. Поскольку сами эти события вызывают большой отклик, то хочется какого-то расстроения. Хочется литературы, которая как проповедь, в каком-то смысле, как разъяснение, а может быть, просто как захватывающий увлекающий, увлекательное произвование, расширяет этот текст, который делает его новым, или это показывает его с непривычной стороны. Так появляется, например, Евангелие Дерства, где рассказывается о том, как младенец Иисус рос, и, например, в процессе взросления взял и сделал несколько птичек. Посмотрел на них, думал, они улетели. Замечательно, замечательно. В основном Евангельском тексте этого нет, и, вероятно, собственно, и зачем. Потому что, согласно каноническому долгованию, Евангелие Дерства снижал бесполезных чудес, но для человека, который как-то интересуется эти моменты взрослений, это будет очень важно. Правда, там еще есть такой момент, с которым, наверное, канонически совсем сложно согласиться. Какой-то мальчик обидел, перестан кинул у него камень, а Иисус его убил, взглядом того. Потом, правда, оживил наказание всем окружающим. Но, в общем, все равно, вот это само по себе чудо, оно как раз тем самым является даже, ну, кормим он спорным. И вот такие произведения у нас в настоящий момент находят достаточно большое количество. Есть порядка сорока Евангелий, так или иначе, известных. Там пять Евангелий Дерства в разных вариантах, и Евангелия от Никодима, и Евангелия от Рякова, и Евангелия в Иуде, которая, по-моему, раз в пять лет. Потому что мы нашли оригинальный, особенный памятник. И он был найден в Кумранских прописках в середине XX века. И он несколько раз переделил его как Симсавс. Вот мы нашли Евангелие Дерства. Начинают читать, там, в принципе, классический, гностический, такой юридический памятник, который ни по языку, ни по стилистике, ни по концептуальному полю вообще ничего не имеют с Евангелиями. Но всем очень интересно, иногда бывает, что что-то находят. К этим подловым, отреченым, дальным книгам чаще относят еще и всякие псевдоритиграфы, то есть книги, которые написаны вообще не их авторам. Хотя здесь надо отметить, что парадокс получается очень любопытный, когда практически каждая книга хроническая Верхового Завета скорее всего, написана не тема минимума виновата. Ну, по крайней мере, по мнению Баррета Лермана, он вообще утверждает, что каждая книга Верхового Завета была написана совершенно другими людьми, и каждая книга подложена. Подложена не значит, что не истина. Значит, что просто имя, которое там стоит в заголовке, оно не совсем соответствует реальности. По крайней мере, или секретарь, и детали обрабатывали, как-то с других сторон пересказывали. Та же самая книга Криева, он только не претисывается, но, в принципе, кто ее автор, и насколько это легенда, не легенда, потому что она непонятна. Но, тем не менее, она есть. И здесь как раз вопрос о том, что подлож сам по себе, хотя и рассуждается, тем не менее, не является чем-то, в каком-то смысле, нерепустимым. В прямом переводе с греческой, с Евангелем Кратом Афеом, Евангелие не по Матфею, не от Матфея, а Евангелие соглава Матфею. Он думал так. Он, возможно, как-то так с этим соглашался. Но как-то так получается. Текст в этом плане очень свободный. Мы сегодня, может быть, привыкли думать, что раз человек написал текст, он таким остается. А в времени культуре, в культуре долгий частный, это совершенно не так. Текст каждый раз расширяется с каждым новым передистом. Текст расширяется с каждым новым взглядом в него. Каждый передистик, который его передистывает, обладая определенным авторитетом, по крайней мере, для себя, имеет, как его и будет видеть. И таких ставок, от маленьких, таким его можно прогонять стилистику. А я думаю, если кто-нибудь из вас будет за меня рассказывать, как я буду смотреть по исполнению, он его расскажет совершенно о другом. Все нормально. А вот даже проще. Можно, в принципе, сделать такое насилие всеми служителями, не бросать вас конспектировать. И в итоге мы получим 9 совершенно разных конспектов. Кто-то выпустит мою воду, кто-то выпустит очень важные вещи, не амфиат, но это важно для себя. А кто-то кто-то запишет все в блоге, между митинами, и с ними. И это тоже будет интересно. День будет совершенно разных. Естественно, совершенно не тот, который я буду представлять сидеть в голове, когда я буду вспоминать, и думаю, какой же хороший клиент все прочитал. Но пока не увидел, как там будет выглядеть на самом деле. Только видео, может быть, меня в каком-то смысле сохранит, но и то... и то неполноценно. Да, звук, по крайней мере, скажу. Ну, может, тем более. Так и к счастью будет, не останется. Так вот, тем, кто в этом плане очень сильно живет, и развивается, именно поэтому мы можем говорить о улетовании, о каком-то развитии. Ну, даже начиная с того, евангельского текста. В общем и целом, в евангелии, даже в канонических евангелиях, есть несколько моментов, относительно которых все согласны, что это вставки. Так, например, концовка евангелия от Марка, там буквально предложение проявляется на середине. И там мироносец приходит к округу, видят ангела, которые говорят, что вот сейчас что Христос воскрес, и дети расскажите о Богово. Они никому ничего не говорят, потому что испугались. Точка. И дальше. Христос воскрес в третьих дней, там, после распятия, явился таким-то, таким-то, таким-то. Нет никакого сюжетного разрешения, почему мироносец сказали или не сказали, вообще, что случилось в этот момент. Не объясняет. Просто этот текст по друзьям, и потом уже по племеющимся другим спискам евангелия, евангелия, по-моему, от других как минимум, был постановлен. И вот этот сбор осталось. И один из самых известных сюжетов, которые очень часто вспоминают в этих наших интернетах, это рассказ про глубицу, которую взяли в предводеянии. когда привели ее к кресту и ждали, что надо пробить ее камнями. кресту сказали, кто первый бьет река, пусть первая бросит ее камень. Такого такого сюжета тоже нет в книжах евангелия. Нет ни в Сенат коммункогрессе, нет большинстве каких-то ботинутых списков. По-моему, где-то до шестого-седьмого. Ну, я тоже могу ошибаться, но то есть его очень долго нет. Нет классических толкований с на этот отрывок они просто не знали. А в итоге его оставили, потому что так или иначе этот отрывок по духу согласился с Евангель Петяцем. Это вот той самой легенды. Сранение какой-то почвой для погреба. Почвой для создания новой живой картинки. Легенды в этом плане это вот об этом писал в Тиранске по-моему в учебнике древней русской литературы не Стеранский который политический деятель Алифейн Николаевич это известный историк второй половины 19 века начала 20-го академик академии на ОССР. Так вот Стеранский вырисовал что легенда это восхищение от событий священной истории. Это впечатление которое человек удерживает в виде текста. Это народное сознание которое народное осмысление и удивление перед событиями священной истории в первую очередь. И в этом плане как-то сапогр записанные становятся уже особенным этим вариантом каким-то расширением текста который дает человеку возможность увидеть историю не просто как священный сакральный текст который находится где-то там далеко а дает возможно человек прикоснуться к этому тексту с неожиданной может быть фактической какой-то стороны и это получается очень необычно. У нас на Руси облоги появились примерно тогда же когда появилась текст то есть уже Кирилл и Мепотий так или иначе знали точнее Кирилл и Мепотий создавая разбуху они тут же создавали одновременно экономический текст и в том числе не экономический первое известное произведение древнерусское слово законе и благодати уже содержит ссылку на отрыв что как человек убежал в Египет и как как Бог перед тобой сокрушились идолы это отсылка скорее всего на то самое Евангелие детства Ахамы которое в принципе не считалось допустимым в Истороннике Святослава 1073 года уже есть это у нас третья древнейшая рукописная Кирилл и Сыгар считается в случае всего небесной датированной 1073 год казалось еще 100 лет с момента крещения не прошло там уже содержится список отреченных книг книг которые читать ни в коем случае нельзя лучше скидз патерика 15 века где 10 разделов от Павел Сырик Апостол от книг которые можно читать и которые читать ни в коем случае нельзя и уже его само название на самом деле этого дельца он начинается вот здесь вам по гусинаме и ее длинные несколько раз больше скидз которые читают лучше не стоит самое интересное что книги которые читают уже в названии вот этого текста уже есть своя тактическая таль под правила святых апостол святые апостолы нам такое правило не оставят то есть в этом плане текст защищен авторитетом тех кто ему никак не прикасался у нас один из самых читаемых автор три бруса переписываемых те же на кого ссылаются это Иоанн Бухаус Иоанн Бухаус и если говорить Иоанн Бухаус о том что он написан его именем я думаю он будет очень иудечен а вот самый простой способ как этому относились чаще всего ставили в начале цитата в районе одного произведения и вновь писали собственное размышление на тему естественно это было словом Иоанн Бухаус все как думает Анбухаус даже в целом есть такой Анбухаус написанный целиком его именем каждое произведение написанное его именем и ему по-моему она лежит хорошо если утреть текстов но это в лучшем случае это особенность литературы то есть литература живет вот этим осмыслением себя как какого-то гипертектора я я недавно встречал это размышление о том что может быть как раз сегодня тому кто пользуется интернетом древнерусская культура намного ближе понятнее чем человек 19 века человек 19 века живет в условиях закрепленного варианта не более то что напечатано и какие-то отдельные анемброты устная культура мы всегда встречаем текст и тут же видим какую-то отсылку символ аллюзию переделку переработку даже музыки например кайвер летом недавно прозвучал уже далеко не первый раз и нам намного проще принять то что каждый раз текст может меняться совершенно легко переписчик видя текст он создает какого-то нового варианта своими ошибками своими вниманиями к нему своим наоборот вниманием или каким-то желанием сделать новый вариант который будет лучше буквально полчаса назад когда я сюда дошел я прочитал замечательный ровно Джон Атон Литтон написал в 2011 году выпустил в России роман под названием «Благоволительство» спустя 6 лет ему написал переводчик и спросил почему в вашем романе в русской версии нет вот этих отрывков как это нет они есть они могут быть написал ему привели полностью сравнение английского текста и русского оказалось что в частицовостраничном романе отсутствует порядка 20 стран оказалось что переводчики русские решили выпустить лишний театр диктор показались им как-то смутительными и странными и в итоге сейчас в 2019 году выходит новая версия этого романа и надо сказать это вроде как автор который принял что он это его текст а то что вышло это не его текст в чем смысл получается что ему из редакции ответили мы считаем что без ваших андресов него стал только лучше и это абсолютно нормальная ситуация для андресов культура каждый человек который принял свой текст является в том числе его автором он может его любить так как считают необходимым это вполне естественное решение естественно он не будет менять канонический текст канонические книги уже в ситуации древней России защищены авторитет ну а не тысячелетия но с другой стороны если вы возьмете 600 книг серов писем ангелия и начнете их сравнивать по словам то вы не найдете двух ординатов там как минимум будут лестнические замены там будет эректоналка слов и несколько ошибок может быть ну не считая того что у нас как минимум два перевода первый перевод к Кириллу Аминфорди 9-го века и второй перевод с выполненной командой хиппик в хобинаде в конце 11-го века так что у нас уже несколько и все эти рукописи между собой отличаются а так например возьмем само понятие списков то есть рукописи текст существует не один он существует в конкретном выражении рукописи которые называются интернет-русской литературой обучения списков этот список каждый раз зависит от составителя он существует вот текст не просто в нем висит а он находится в составе какого-то окружения он тереписывает например слово находие благодати и тут ему добавляют несколько слов на память русских цветых на младерном глупом говорит что тереписчик как минимум русский он когда тереписчик тереписывает на него есть еще очень большие широкие баня и на этот парлам он оставляет не просто а он оставляет свое отношение текста как может оставляет отношение к последствиям читателя и редкий случай когда на полях появляются заметки что тереписчик пишет что пиво теплое что скрипт рекола на айгумен вообще сбор и следующий переречит вот эту заметку текст им орбинар он оставляет текст автоматически просто потому что очень долго пишет он устал и его вполне можно понять и в общем и мы впоследствии как читатели сталкиваясь с этим вынуждены догадываться в этом насилие что и вначале текст был совершенно другой поэтому задачи исследователей древнерусской литературы с одной стороны вычинить вот этот авторский текст условно авторский найти что было вначале какой текст был создан первым человеком который задумался над этой идеей а также найти как минимум большую часть этапов его жизни как его перетискали как он изменялся процесс это как если бы наверное сегодня мы читаем там «Войну мира» Ильба Николаевича Толстого и думаем мне не нравится танцов и в понимании древнерусской культуры вполне можно ее любить вполне можно спасти Андрея Балковского собственно а вот поженить его с Наташей и сделать им счастливую семейную жизнь или например в таком понимании можно очень легко и хорошо закончить Анну Каренину спасти ее с подпоезда подвести Лерина и поженить Анну Каренину и Лерину будет замечательная семья наверняка то самое что у нас может быть в современной культуре функционирует как некоторая аморгинальная структура как фанфики по-моему любой кто чем-то увлекался массовой культурой неусловненно сталкивался с явлением фанфиков как продолжений неофициальных явлений то что у нас возмущено некоторым неэкономом вот этим распространением и это достаточно широко и вредно вот есть такой пример как сказание о новгородском делом в руке новгородский текст который был словом еще был того как новгород в крови из-за предшествия Essaussrichi и собственно fortunately еще там был независимый архиепископ относительно независимый и там создали такой текст именно новгород и новгородскому архиепископу благословение Патриарх Константинопольский момент когда выйдут кондус Патриарх Константинопольский И передал благословительный хлопок, где его красивый утрак, который можно носить, она будет украшать человек, украшать архиепископов. И именно Новгород станет в этом случае в столице мирового Харуслая. Значит, он его передает в хлопок с большими чудесами, с деплением, с препятствиями по море, по суше и по воздуху, так иначе добирается до Новгорода. Все хорошо, они создают такой текст, и в городе счастливы. У них не просто есть обоснования, почему их архиепископ может носить белый хлопок, у них есть еще и красивые истории. Спустя 50-60 лет Новгород все-таки захватывают москвичи, они в том числе захватывают книги. Что делают москвичи в одном плане? Они делают это очень легко, они не переписывают этот текст. Они переписывают весь, кроме самых последних слов. В самом последнем слове, когда можно сказать, и теперь хлопок в Новгороде налейте лечить, и теперь пришли москвичи, и мы все помнили, что хлопок должен быть в Москве. Ну и все. В этом плане. То есть литература, и у нас остались только те варианты, которые говорят о том, что хлопок действительно должен быть, собственно, москвичи. Про то, что должен быть в Новгороде, история уже молчивает, и мы проходим на уровне вот этого исходства в тексте. Но я сейчас хотел перейти к более корректным вещам, наверное, непосредственно к своему страданию архитян, которые я как-то не ездил. Ну, я уже очень-очень давно читал. Есть такая история, которая появилась в предположительно в том шестом веке, о том, как именно вновь выстрелили с родничными святых хрестов. Это малодийское сказание, которое появилось в результате настоящих споров иудеев и хрестян при взрослении ферсийского царя. Иудеев и хрестяне уже с собой вспомнили, иудеев все часто приняли хрестян, как обычно, потому что хрестяне все придумывали, сами заинствовали и ничего нового не сказали. И не требовали каких-то привилегий, не по-моему, выбранных хрестян для глотаться. Сами при этом собрал общие какие-то дебаты и выбрал в качестве арбитра своего жреца любимого по имени Арбитя. И в трех частях они между собой спорят, приводят разные исследования, ищут, в общем, кто же в этой истории прав. И во второй части жрец Абритяна рассказывает такую историю, что вы ничего не знаете, а на самом деле от ферсов впервые было узнано по рождению хреста. Что написанные золотые доски в персильском храме, в коммернице, рассказывают о том, как однажды там был великий царь Кира, и он зашел, чтобы получить толкование своего сна. И в тот момент, когда он зашел, навстречу ему выдержал жрец Круг, и с восхищением он кликнул. Хоза, радуйся, потому что Ира, так в славянских подписах, на самом деле в греческом это Гера. Радуйся, Гера зачала. Цель немножко в гудесе спрашивает, ты понимаешь, что ты говоришь, неужели мертвая будет рожать? Говорит, да, будет, потому что великое солнце ее возлюбило. И посмотри, я сегодня видел чудо ужасное. Я видел, как Идовы в нашем храме двигались между собой, и женские, и мужские Идовы радовались и кричали на том, что вот-вот-вот, сейчас, и Ира возлюбила великое солнце, и будет торжество на земле. Цель немножко в удивлении спрашивает, может ли такое быть? Жрец его приглашает в кумирницу, так называют свое помещение храм, и он в кумирницу в этой, действительно, видишь, что такое происходит. Идовы двигаются между собой, произвольт о том, что случилось, спорят друг к другу. И говорят, неужели жена, сейчас, неужели жена плотника, древоделия, родила? Нет, не жена, но начало и конец. Ее зовут Источник, и зовут ее Мирия. Мирия по-кречески будет очень красивый образ такой, по-моему, бесконечная. Но у нас славянские пирогички очень понимали, в этом сразу сказали, ее зовут Мария. Они сразу переводили в этом плане и выращали. И вот приходят, и когда царь наблюдает за этим событием, внезапно открывается крыша этого храма, и в этот храм входит звезда. Ну, к примеру, такая, наверное. Эта звезда сходит, и от голоса звезды, Кристина Донка отвечает, что возрадуетесь, потому что пришел, когда пришло начало спасения и конец Павлови, пришел истинный Зарец, который, собственно, все, который все поставит на свои знаки, который докажешь, ну, что докажешь, который откроет правду. И ты радуешься, обращаясь к кумиру Источника, к кумиру Игорь Гера, то есть и к кумиру Марии, потому что ты становишься источником этого спасения. Дверда подходят к кумиру, а все остальные кумиры падают на колени и поклоняются. И все вот царя в ужасе от этого вызывали толкователей. И говорит, нам сейчас, на крыше, что случилось, и ему толкователи отвечают, что все, что случилось, это не настоящая действо, это прообла. На самом деле, в ответриемской деревне родился вот этот тот самый владелец. И будет лучше, если ты с ним договоришься здесь уже, до того, как он начнет устраивать свой заряд, будет лучше, если ты сейчас с ним приедешь мир. Тогда он выбирает волков и отравляет их. И тут интересно, что пока волковы собираются в путь, жрец куб еще раз приходят к кумире и наблюдают события. И там недавно появляется дейвовниц, тот самый евреческий бог, который едет на конец с каким-то штандартом в руках, с коробой, и говорит о том, что ну все будет, ваша честь кончилась, пришла в честь истинного, настоящего форца. В этот момент они повторяют все поклоны внови и просят Ио смотреться за них, чтобы она их спасла, не будет им сладничиться. И Дионис обращается к жрецу, а ты что здесь стоишь, и скорее поклоняйся. И он вышел в кумире, и пошел в дом свой, и больше в этот храм не возвращался. Ну, по крайней мере, по событиям окрепа. Так, волковы отправляются, и когда они возвращаются, они, и когда они возвращаются, они царю рассказывают, собственно, что произошло. Они рассказывают, когда они пришли в Иерусалим, и в Иерусалиме начали спрашивать, а где рождается тот самый царь, и у них нет никакого царя, и тут волхвы, а это же сказание про дитя, но это же спор с евреями, и волхвы не просто так уходят, они начинают спорить с евреями, вы евреи бессовестные, вы веры не имеете, ни в клятвы, ни без клятвы, вы вообще ничего не понимаете, не знаете, и вы пропустили, что тот самый царь рождается. Но это полемически в этом плане памятник, он, конечно, очень возмущенный получается, и поэтому там волхвы удивляют евреев, говорят, что вот родился тот, кто рассыпает вашу закон, из бога, из соборы, вы больше не понимаете, не знаете, что происходит, и мы вам откроем. И когда Ира их призывает, и они, не послушав его нисколько, не послушав его, как обычного человека, выдвигаются к детям, и встречают Марию с родившимся младенцем, которому на тот момент было где-то около двух лет. Они спрашивают, как ты себя вызываешь? Марию. Они описывают, что она была не высока просто, а круглым лицом, что волосы были у нее украшены, как-то увяданы очень красивым образом. И, кстати, впоследствии это описание попало в это написанное более, книги, которые описывают, как нужно писать ибо, именно из кодолицы. И вот, я не сразу же это так же выключилось. Ты замужем? Она говорит, да, но не совсем нет. И рассказывает, что в итоге видения ангела, когда она выходила, что этот ангел сказал ей, что ты родишь свыше. И она вскричала и возмутилась, да как же это будет, если у меня мудрость нет? Говорит, ну, ты сама все узнаешь. И она испугалась в Страхове Великим, а потом родила младенцем. И тогда они поняли, что это тот самый образ, точнее, пролога с Иерем, источникой и Мерии, которой они ищут, поклонились и почитали ей какую-то хвалу. И поклонили младенца, который стоял на ногах, слушал их. И когда они ему говорили, он хлопал в ладоши. Посвященник. После этого они написали какой-то первый образ на защечке и отнесли в тот самый кумирный храм, где были введены. И вернулись, и собственно, так радость и введены все и закончилось. Вот такой текст, и он совершенно не согласуется с классическим произведением Ивана и Атмосфера. Где вакуруют, приходят неизвестно откуда, неизвестно как, поклоняются, точнее, и Мусорим их и обманывают, говорят, что расскажите мне, где же рождается Иисус, и я тоже ему поклонюсь. Они ему доверяют, уходят, отдают дары золото и лавы с миром и собственно все пропадают, а Ира в этот момент уничтожает младенство и кием. Вот этот сухой рассказ Евангелия и Матвея в сказании о каретяна оказывается полностью вывернут в каком-то смысле на инакул. У Атфор появляются не только свои имена, они появляются личности, у них появляются предистории, появляются рассказы почему именно они пошли, что случилось, как они себя видят, как они собственно к себе относятся и как они себя осмысляют как действующие лица. Сказание про дитяна становится определенным таким смысловым передачей. Это памятник того времени, когда христианство с язычеством напрямую использовало. Когда христиане начинают говорить открыто, что вот вы язычники, вас кидалы, вас слушать нельзя, надо все возгружать. Уже в тот момент, когда христиане с язычниками не спорят, когда христианство в плане истории победило, потому что тогда это можно доверить к сням. Ну, скажем так, относительно безопасно. В тот момент, когда христианство с язычеством сочиную совпустили вместе, появляются как раз такие памятники, такие истории, как сказания от христиан, когда надо обосновать в терминах какой-то передачи силы, передачи власти, чтобы были юридические годы, они помогали, они что-то там делали, все хорошо, но теперь можно договориться, теперь можно не договариваться с посредниками, можно обращаться на треугольных христов, то собственно об этом говорит от христиан. То есть памятник достаточно в этом плане ранний. И он оказывается очень важным для первых христиан, славян. Он оказывается настолько интересным, что сейчас монасты общего числа рукописей где-то 90-95 рукописей сохранились сказания о христиан. Мы найдем в разных вариантах сказания о христианах в двух перегодах, а то и в трех. Сейчас я пытаюсь доказать. И как минимум еще сейчас три обработки в других произведениях расшистков, о которых я сейчас немножко расскажу. Оказывается, что христиан вот с этим повествованием о том, что другие физические идолы, они вроде бы как существовали и с ними можно общаться, ну то есть как можно, но уже совершенно беспорядно потому что идут секресос. Вот. там нет такого пафоса, которые появляются например у детей Степана Фермского, который говорит. Напрямую приходит к термикам, язычникам и нелюбимое дерево, которому они поклоняются, оно просто его крушит с мостом покором. Это может сделать Степан Фермский в 14 веке просто потому, что у него, извините, за ним уже христианская русская, достаточно сильная, жестокая и анамилует терпеть обиды поклоняются, он может это сделать, потому, что он обладает определенным авторитетом. А вот в 5-м французском, в 9-м, в 10-м веке в 1-м, христиане в Поверии очень корректно. Они говорят, да, вы можете поклоняйся и тему-то, вам все конечно хорошо, но люди не помогают. И вот мы вам покажем, тут написано в тексте, что ваши боги отдали власть нашим. И несмотря на то, что я рассказал до этого, как тексты меняются и как тексты живут, доверие написанному слову очень высокое. Больше информации тебя нет. Поэтому все хорошо. Появляется еще комплекс таких текстов. например, проречение о Христе в кубернице Аполлона. О том, как в храме Аполлона, по-моему. Там все смешивается. В дельфинском храме Аполлона и прорицают, что вот родится тот самый, о котором говорят, что он истинный бог. И все эллины, греки, язычники в этот момент в ужасе говорят, неужели так записывают это сказание естественно чудесным опытом это сказание находят спустя житель бог. То есть тот момент, когда это не обходим. И это та самая легенда, которая становится окружающим текстом, становится таким неформальным вариантом объяснения. Она является важной частью проповеди среди простого народа. Есть те, кто с иконами, то есть в истории церкви есть какой-то надворческий период, начиная с конца седьмого до первой половины девятого века. когда активно начинают отрицать иконы. Иконы вообще не нужны. И традиционно в учебниках объясняют, что иконоборческие периоды проявляются как заинствование из исламского учения. Не делайте никаких изображений священных себе. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что в пределе иконоборческого периода во-первых была масса злопотреблений касающихся икон, ну, примерно как сегодня. когда икона распространяется как отрицать, когда икону ставят иконы соскребают краску и сыпят ее участие, чтобы участие было святым. иконы 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 подгадают ожесточен иконопочитатели чтобы привести таким образом себе учат с гадостью. народ настолько с этим носится что первое решение льва и сара выглядит очень нерен и полно логично он просто просит все иконы повисеть повыше так, чтобы люди на них не дотягиваются чтобы они воздавали неумеренного почитания и в тот момент когда один из солдат почитаемого миссии икону в городии следящих иконах снимают а уже толпа его сбрасывает и с автором это уже бунт и естественно следующий шаг власти он издавить всех этих бунтовщиков поем начинается иконодорщика начинается как начинается актуализация такого давнего мнения в церкви который существовал ничуть не заинтересован мусульман о том что для простого человека нужны изображения чтобы он не запутался чтобы он знал о чем думать но для совершенного человека для человека просвещенного изображения не нужно совершенно ему хватает только ума для того чтобы молиться и вот в этот момент начинается актуализация то есть иконодорцы просто на этом мнении упирают они находят подтверждение отцов 4 5 века совершенно то есть это та же самая часть церкви которая в принципе существует но в конечном счете они собственно приходят к таким же репрессиям как иконопочитатели и поэтому все заканчивается очень плохо в конечном счете в конечном счете 150 лет идет борьба с переменным успехом одних и других собираются соборы друг к другу взаимно анафиматствуют в конечном счете побуждают любого на почитателей ну и называют это сейчас ростом православия хотя история конечно весьма такая кровавая справа и я просто вспомнил об этом как в принципе есть для просвещенных какая-то речь чистого учения для просвещенных людей до иконопорческого периода можно было но есть какая-то часть вещей которая проще всего обсуждается наглядно и не случайно иконы называются богословием в кратках так чтобы наглядно просто объяснить такие-то вещи так как обухой становятся легенды вокруг становятся совершенно простым объяснением почему верить можно именно так по крайней мере в сказаниях все легко идолы были не помогали помогают но сейчас в них никакой нет сейчас можно и вот интересно что вот 90 рукописи у нас есть и эти 90 рукописи распространяются на них известны с 13 века до 18 в 16 веке так или нет не совсем понятно как но на сказания христианом напоминает Максим Грек это итальянец воспитанный и скажем так наученный на пробу этих народов он сначала переходит на Афон принимает православие и там приезжают в московскую русскую для того чтобы сделать новый перевод потому что у переписчиков всегда есть один главный вопрос в скритории какой текст читать лучше в какой тексте является более адекватным и в результате этих вопросов они запутываются настолько что приходится выбрать эксперты которые знают как минимум греческий латынь и так получается что Максим с греческого переводит на латынь а наши переводят на русский а потом Максим сам выучивает паренки и начинает разбираться в нашей литературе и как неудовимый сторонник чистоты всего он выдумывает абсолютно ненужное второе лицо перфекта по-моему второе лицо единственное число перфекта он начинает исправлять ошибки он обличает мужеский за то что они поклоняются то есть почитают астрологию он обличает тех сторонников лечения травмами каких-то нетрадиционных методов лечения и в том числе он сталкивается с сказанием астрология он пишет нервное обличение которое я к сожалению не могу воспроизвести я просто не использую его его вступление его вступление к этому сказанию оно будет совершенно не сундуло что попасть мне на глаза такое такое сказание очень плохо не читайте его пожалуйста не читать сказание почему и максимум выводит три критерия по которым нельзя его читать что во-первых оно никак не согласуется с экономическим источником оно написано неизвестно никому человеку их ребенка нельзя доверять в данном случае тропитяна это вообще кто в втором переводе тропитяна это сказание оказывается написано Филиппом Сидиэном учеником Иоанна Пауста но хотелось говорить на Иоанна Пауста можно спихнуть практически можно смело если бы не видел запись я бы сказал что текст этого сообщения тоже написан на вопрос то есть вполне допустимое решение по крайней мере ну я уверен что я в руках на моем месте скатал детали ну вот и поэтому получается что и третий критерий и в деталях это ваше сказание совершенно несообразно и вообще нужно вычеркнуть и после обличения Максима Крика это сказание начинает постепенно постепенно вписывать в список отреченных книг как я уже упоминал Евсений Кисаринский расширил книги на три части ну можно сказать на четыре то есть допустимые экономические сомнительные и вообще недопустимые в коем случае и получается что как раз нужно узнать не только какие книги допустить но и хотя бы ставьте примерный список недопустимых книг и вот в этих индексах как минимум в индексе который хранится в Угрованке Святослава там 20 или произведений из этих 29 в славянской культуре мы находим только 9 мы все переписываем которые нельзя читать нельзя не читать великих великих ищет великих книгах еще в которых есть сказание про дитя ну что это значит не читайте в этом случае великих мини-сетих в декабрьском томе по 25 декабря по дождеству сказание про дитяна в одном томе осталось даже в целых двух редакциях а в томе царском уже сейчас помню филарет Никитич Романов собственной рукой вычеркивает сказание про дитяна и когда был патриархин он когда был патриархин был очень удобно у него собственно родня и поэтому очень хорошо можно доказывать что он прав и поэтому он вычеркивает сказание про дитяна вырывает листочки а там где нельзя вырывать там просто зачеркивает на варе и написано что сего не читать нельзя я встречал примечания на варе рукописи где-то было написано сего на соборе не читать то есть не то чтобы нехорошо читать ну то есть как нельзя читать но может как можно нельзя читать вслух а для себя вполне можно потому что очень интересно и еще в 17 веке мы встречаем порядка наверное порядка на 20 или 30 но проблема в том что как только начинают активно печатать книги печатать в том числе и светскую литературу а апокрифы надо понимать что это такая область не совсем не напрямую церковную с одной стороны она есть с одной стороны ее и нет с одной стороны это вот явление сейчас апокриф а потом у нас начинают в том числе культура совершенно другого периода и эта культура отрицает все достижения очень древних литературы как таковой поэтому в том числе и в 19 веке какой-то одинокий книжник в селе переписывают сказания в современном языке и добавляют в него много новых деталей но это отдельная история тем не менее это был единичный случай и наверное в среде старого ячинка когда сказания запомнили а так оно пропадает начиная с второй половины семнадцатого века больше о нем практически не думают и не знают а что касается будущей до этого и как разник то выдавая оказывается что несколько книжников не просто читают это корр они просто стилистические редакции добавляют времена какие-то детали создает совершенно новое произведение это то чем это то чем я занимаюсь каждый месяц как минимум это когда человек настолько восхищён и основание совершенно новый текст он начинает это как некоторые от персии увидите христос изначал от перс и дальше рассказывать на самом деле у перс ещё когда в первый раз услышали об этом когда шёл моисей моисей вместе с народом еврейским переходил через красное море и долго с лет доходил до земли летал процессе своего путешествия они но собственно чем занимались переходить поэтому они они захватывая все страны приходили проходили к народу сейчас к племени мообито и к царю Валаху и Валах когда услышал что идут евреи позвал своего жреца по имени Валах и ему приказал принести жертву своим богам и если ты в этот момент то мы наконец-то победим мы хотя бы остаемся живых Валах но кстати с Валахом все знают про слица когда Валах отправляется на слица а слица не едет потому что перед ней стоит танкер с огненным мечом и запрещает так вот это ничего с компанией есть Валах приходит начинает приносить жертв и вдруг видит как при жертвеннике стоит танкер с обнаженным оружием и кричит и неугасимость рядом стоит Валах немножко в возмущении говорит Валах я теперь просил меня проклясть пожалуйста все таки прокляни их потому что нам начинают и начинают и опять стоит ангел опять ему запрещают проклинать и опять Валах говорит я вижу что сияет звезда Африат и боятся человека труды который будет управлять многими народами это на самом деле первая в библии в библии как в библии в библии в библии дальше история про Валах дальше говорится о том что когда Соломон создает свой великий храм для Валах Персидский царь ему ставит другие уже Ставит много двигающихся видов, которые радовшествуют, рассказывают, которые как-то по-особому видят этот форт, которые помогают людям. И вот, когда Валаам был в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. И вот, когда Киев ставит этот царь, Киев ставит свою кубирницу, ставит особый храм. Вот спустя много лет один из его потомков Киев тоже ходит принять какое-то оплакование сна. И к этому оставил всю ту же самую историю, которую я вам рассказывал про детям. Точно так же Валаам прибыл. Точно так же Киев отличила. Точно так же Савис Киев удивляется. Но есть, и он пересказывает события источник, события паритяны, немножко с другим включая. Во-первых, его паритяны, говорят, показывает собой Владыка. Сейчас. Я буду радоваться с тобой, Владыка, и разучила в утробе. И царь, ослабившись, усмехнувшись, говорит, умершая его другим мире. И точно так же Савис Киев говорит, радуйся Царю вовеки, и разучила. Он говорит, умершая жила. И жрец ему говорит, умершая водыка жила, якобы злигая на пусть. И у этих условий оказывается у меня в первой источнике. Умершая жила. Но что все есть? И жрец ему пересказывает все, что ему сказания притяны говорят. Идол, все это жрец пересказывает в слове этой идеи, чтобы сделать это основание более динамично. Он говорит, умершая жила, якобы злюблено. И царь отвечает на редких идолах, кто же может мертвовать, как раз оживить. И он отвечает, как раз ему, у крупных жрец не просто оживал, но всех творец его убил, жил, и теперь она в ней поутробит, и не назовется к тому Гера. Но урана, ураня, и есть. Есть ураня, то есть неизвестно. Но дает самый источник, а Ира потолкуется как Ева, ураня потолкуется как Ева Мария, и источник потолкуется Матерь Животов. Это толкование совершенно отторвано крыльчатого текста. То есть оно там есть, Ира – это Ева, урань – это Дева Мария, но она при этом не привязана ни к словам жрица, это то, что они наблюдают последствия. То есть вот таким образом текст полностью переходит один на другой. Вы можете сказать, что это плагиат. Ну, то есть, наверное, сегодня все окажут, что это плагиат, а этот плагиат – это творческая переработка. Текст таким образом живет и вполне спокойно не просто существует, а именно в таком понимании, наверное, функционирует. При этом после вот этого введения они примерно одинаково видят, как Деонис являет среди жрису, пробитую, в исходном сказании, пролитяные слова, бездельные анги. Но при этом неожиданно оказывается, что царь, когда выбирает волху, он не просто выбирает их, как, ну, каких-то там замечательных посланников, а он выбирает мужей благородного, царского рода, и вместе с ними отправляет еще 300 вооруженных подроков, которые их как-то сопровождают. И когда они идут, 200 лет, ну, 300 человек, то звезда сопровождает их на высоте 30 стажей, и когда они идут, звезда идет, когда они останавливаются, звезда останавливаются. И ночью звезда ходят и вокруг охраняют, и никогда не идут, нет у них в конях ни болезней, нет у них ни соблазна, нет вообще никакого заблудения, и тут они вот как нож в масле. Все у них вообще как пожар. Вот этого отрыва вообще нет нигде. То есть нет нигде интересования о том, как шла звезда, нет нигде интересования о том, как звезда идет на какой-то там конкретной высоте. Есть маленькое упоминание о том, по-моему, как раз у подложенного, почти, наверное, подложенного текста Иоанна Тауста, который говорит о том, что звезда, это, возможно, некая невидимая духовная сила. И именно как духовная сила, это звезда их сопровождает. Хотя тут есть толкование, вот сейчас мы чаще говорят о том, что звезда, которую Бог вы видели, возможно, это комета Колея, там, 4-го года зараживаться от Христова, но это тоже склонный вопрос. И вот, по крайней мере, здесь вот актуализируется вот такой вот момент. И не только так меняется текст. Вот скажите, вот как звали Волхов? Ну, Каспар, Семьор, Каспар, Семьор. Вот Каспар, Семьор и Пальтазар, это, эти имена появляются у нас в латинской рукописи Евангелия детства. А мы, думаю, мы нет, да, вы почти правы. Но, в девятом деле, латинский. И эти имена у нас встречаются только в латинском ренте, если честно. Когда мы открываем сказание про детяна, о котором я тут рассказываю сегодня, оказывается, что в слове «Дети Илани» и во втором переводе там есть такое, «А Волхов звали Еремелек, Еремелек, Еремелек» — это значит «божья благодать», «Еремелек» — это значит «божья благодать», «Еремелек» — «божья милость», «А Еремел» — «божий покров, что ли». Именно вот так это рассказывают. И вообще никого, сюда не ходя, не волнует, как Волхов звали. И получается, что уже тот «Дети Илани», он говорит о том, что «А Волхов же» — «Сами Трии». Те самые, да, Волхов самая, Раскира, Гаспар, то есть Мельчо, Мельчо. Они вот, взяв дороги, идут поклоняться. И вот с этим местом, еще раз говорю, мой любимый научный такой, оказывается, первый и последний исследователь слова «Дети Илани» Юрий Константинович Бегунов, он опубликовал этот текст в 1983 году. Опубликовал его в немецком журнале, потому что у него были споры с «Дети Илани» и «Дети Илани» Юрий Константинович Бегунов, у него была своя концепция в виде отренировской литературы, и он не сильно даботился о том, чтобы как-то... Он говорил, что ему не дают публиковаться в СССР. Он публиковался где-нибудь издалека и занимался такими вещами, которые Сихачевы напрямую не пересекали, чтобы не попадать под совместный удар. Там были самые равные конфликты. Так вот, Дети Илани, когда публиковал текст, он нашился в тексте. Он, когда читал список, он прочитал «ЛС» как «Л». У него получилось «Волк дыжи», «Ла-ми-три-де». Волк отца растерянут его, и он прям в тексте статьи говорит «И четыре волква идут на фоне». И четыре волква, и это дело было не сами, не сами-три-де, а «Ла-ми-три-де». В этом плане как раз получается очередное переосместение текстов. То есть текст живет даже в научных публикациях. Я просто потом, когда взял русский, который вам показывает, это «Сборник по глупости, собрание по глупости на Российской национальной библиотеке» в 1931-1931, он в этом тексте видно, что это немного похоже на «Хэлл». Ну, чуть-чуть, еще чуть-чуть, даже в этом плане. Но уже последующие исследователи читают это как отельное имя, и получается новый вид. Ну, то есть история продолжается, и текст продолжается в этом плане. И вот такие вот вставки, такие введения о тексте, они присутствуют постоянно. Даже вот эти новые, неожиданные подробности, а второе слово «детей ранний» был совершенно неудовлетворенным этим рассказом о поклонении волков, когда Иисусу было два года, когда он смеялся, радовался, как они ему поклонялись. И он этот текст целиком вычеркнул в конце, представил несколько цитатов Евангелия Атманфея, что было похоже на коммунический текст. И в итоге, когда мы говорим о сказании аркадитян, мы говорим, что это отрек, это отреченное сказание, несомненно, здесь, который читать, ну, ни в коем случае нельзя, Максим Игорь его запретил, не зря его матом на его слове. Но когда мы говорим про слово «детей ранний», то я скажу вам, что текст целиком канонический. Там вначале идет корресование в Алаане, там потом идет небольшая распространение легендарное, такое, оно очень симпатичное, а потом идет перехас в Евангелия Атманфея. Текст, с одной стороны, новый, а с другой стороны, основан полностью на старом. И обладает какими-то изящими, такими подробностями. Например, волклы подходят, и звезда останавливаются над окошком пещерки, где находится. И я на заглядку до окошки пещерки, и волклы, оставляя свою деклару из трех слов «Одрако», это отдельно обмечается, волклы осторожно подходят к этой пещерке. И мне кажется, что человек, который это писал, он явно смотрел на... Он явно где-то и поручил там, или читал в дешевле по логическому. Потому что сейчас вот каждое место паломничества это тот самый окрик. Когда вы приходите, вам, несомненно, расскажут десять тысяч человек, что вот именно здесь, вот на вот этом вот камне, вот тут, несомненно, было то самое явление. Что вот стены этого зома, это были почти те же самые стены, которые являются это событие. Что вот это вот дерево, оно именно такое. Несомненно, отчасти это правда. С другой стороны, это, по-моему, возможно, какая-то легенда, которая создает некоторый антураж. В любом месте паломничества, если вы просто будете ходить читать текст, вы найдете прямого пересечения. Нужно читать такие переследования, еще что-то. Паломничество, в плане такого узнавания легенд, оно создает живую картину, она придает в бога конкретного мира. И получается, что без вот этой легенды, веках Орфиха, ну, само по себе паломничество, то есть, вообще не имеет смысла слова ничего. И у нас такие легенды создаются практически постоянно. Так, например, если в храме Воскресенье Господня в Иерусалим, ну, сам главный, там, где находится Кубукли, вот место Воскресенье, там есть колонна, в которой находят храм с трещиной. И рассказывают, что именно из этих колонны благодатной огонь вырвался в тот момент, когда храм не пустили в православное делегатство веке, там, в каком, в 14-м или в 13-м. Я не помню сейчас именно это, но, в общем, вот, там в этом вот, именно так и случилось. Но если вы начнете копаться в источниках, то вы не найдете рассказы об этом ни в 16-м, ни в 14-м, ну, ни в 13-м, ни в 14-м. И вам найдете только упоминание, по-моему, о землетрясении. И это не записано, то есть появление встречи никого не интересовало. Оно стало важным сейчас, уже в новом веке в 19-м. Когда он стал окрошен аргументом, после того, что именно наша история там накрасила. Это красивое дополнение, хотя он не знает, ни с какой стороны. Он на основании чего мы это знали. Хотя бы на основании того, Николай Усунский в середине 20-го века просто начал искать все источники, открывали свое сражение в Рождественном Огне. И он нашел, что где-то в веке в 11-м, в 10-м была церемония света. Эта церемония света была очень красивая. Все-все-все звучали в хамках в момент. А потом, в какой-то момент, после молитвы даже говорили, это было красиво. Это, кстати, регулярно, если я пришла в своем заслужении, но, по крайней мере, в моменты перехода с вечерним наутрием до сих пор почти в каждом храме тушат по основному встрече, в точке электрического света, и зажигают после межица всталки. Это красиво. Но вот этот обычай в какой-то момент делился, и он существовал. И это он был очень красивый. Потом этот свет начали торжественно говорить о том, когда и обносили. Потом его, собственно, как-то там начали обносить еще в готовом негативномалисте. И в итоге у нас в 20-м веку проходит вот чин, который мы видим сейчас, когда опять хотели он заходит, его даже, как говорят некоторые, выстрелы, хотя если вы смогли выжать, вы видите, что его не обыскли. Ну, то есть и он заходит, и потом выносит в таком негативе. И начинается торжество, и он начинает насчет благодарности. Хотя если будет приводить керечески, керечески, вот эти рассказы в раздраженном огне, там не будет ни слова о чуде. Они будут очень осторожно говорить о тангенстве, о мистерии и о процессе. Это тоже та самая легенда, которая возникает здесь и сейчас. Эта легенда, но в том, в смысле, она, как любое, бог, она для напятостей, для людей, чтобы людям было необычно. Это есть такой иторгический анекдот. Вот, представьте, себе монастырь. В монастыре, когда начинается служба, начинается служба, и вот в этом монастыре есть очень вредный вход. Каждый раз, когда служба начинается, кот начинает дурным голосом водить подобными храмами. Игумен, как любой здравомыслящий человек, кота же топить нельзя некрасиво, он приказывает этого кота привязывать у двери монастыря, у входа. Его монахи, как люди, исполнительно его привязывают и молодцы. Они привязывают его каждый рам, когда начинается служба. Игумен саменький, Игумен умирает. Они продолжают привязывать к котам каждую субботу, они в воскресенье привязывают кота к дверям к входу монастыря. Проходит какое-то время умирает кот, а они уже несколько лет его привязывают. Монахи, люди очень исполнительно, они привязывают следующего кота. Они выбирают кота, которого опять привязывают. Проходит сто лет. Появляется богослужина чин поставления в коты, которого монастыря на начало богослужения. Это как раз особенность развития, когда одна легенда, одна история связана с совершенно особым условиями, она развивается и дает свои плоды, и в том числе употребляется в богослужебном порядке. я вспомнил паломничество, что слово «звезды иране» в этом плане это памятник человека, который несомненно знал служебную традицию, знал по крайней мере паломничество, или читал. У меня даже есть такая девская идея, очень наглая. Я считаю, что это слово написал кто-то из знакомых Кирилла Туровского, если не сам Кирилл Туровский. Оно совершенно не похоже к стилистике в этом плане, с одной стороны, потому что Кирилл Туровский, тот, кто у нас запоминается обычно достаточно пышными словами, достаточно в каком-то смысле распроенными, это образец ритопики. Но вот у нас есть нарративный текст, и он оказывается внезапно совершенно особенным. А на основании чего я могу это предполагать. Если мы возьмем с вами сборники с условно «звезды иране» по Вараламскому монастыря номер 143 номер 161, ты же должен хоть раз расслабиться сегодня, до вечера на источник, да? Так вот, если мы возьмем эти флорники, и начнем внимательно читать, то мы обнаружим, что там нет ни одного произведения славянского или русского происхождения. Там есть слова Янгол Тауста, который на самом деле Янгол Тауста Клинин как Хринский написал. Ну, это так. Там есть людей на себе нового, Тауста, но это были более-менее настоящие. Там есть все тексты, которые на Руси были переведены достаточно рано. Самое позднее, 14 веке. Они все есть, они все зарубежные, и к ним в самом-самом конце так осторожнее, аккуратно прилегаем на слово «веди ранее». Плюс, кроме русского «на», там есть все слова Кирилла Туровского. Кирилл Туровский полностью сверил притча, о душе, и притча о... в общем, есть всего три притчи сказания о душе. Есть слово на Пасху, есть слово на Садов, Трехсот, Восемнадцати Отцов, то есть все те самые слова, которые его приписаны сегодня. Более того, ни в одном словаре они не присутствуют целиком вести притчи. Единственный рукописи, где все слова Кирилла Туровского представлены в одном масштабе, это вот эти злорники 140-30 и 161. И вместе с ними единственный русский текст, который присутствует, это слово «веди ранее». Ну, с моей стороны, конечно, это очень нагло, но я считаю, что тот, кто этот текст переписывает, он верно переписывает его как память не просто шестнадцатого века, потому что эти злорники по бумаге, по внешнему виду, по всем особенностям, это шестнадцатый века. Но тот, кто их переписывает, он делает копию ранней традиции, то есть как минимум две тринадцатой. Почему были не Кирилл Туровский? И значит, что Кирилл тоже видел вот эту традицию фактическую, он ее использовал, совершенно не стеснялся. Он ее, он, по-моему, вспоминал охранение богородицы по мухам, как минимум. И вспоминал еще такой отрывок из-за покрепа из-под Евангелия Таакова, когда Елизавета, перед тем, как родить Диана Крестителя, она выходит и видит, что она молится Богу, и видит гнездо, и от этого молится еще больше со светами, потому что у нее детей нет. И он этот мотив переносит полностью в свое слово Великопостное, совершенно меняет оттенок, но оставляет ту же самую статую, буквально один в один меняет только действующий вид. Керембовский архограф использовал, и более того, он использовал такие наглядные детали. Он старался людей, в том числе простых как-то проявить к тому, что он видит здесь, что то, что здесь сейчас они видят, это та самая история священная, которая была здесь когда-то. В слове Нового Синия Господня, он получается так, он буквально людей выводит из храма и говорит посмотрите пожалуйста на облака. Облака, которые клубятся здесь, вот точно так же они клубились в день вознесения Господня. Естественно, это абсолютный фейл. Это легенда. Мы никогда так не проверим, то есть у нас нет его времени. Но это та самая легенда, которая дает это впечатление. Она дает ощущение факта и может быть настоящий какой-то присутствие в сакральной истории здесь и сейчас. И то же самое мы увидим например в слове в Деде Иране. Когда мы видим эту звенду, которая находится на расстоянии с крестик санжений. Когда волковые сами по себе идут и страдают. Когда вместе с ним еще 300 воинов. Когда идолы падают на колени и они кричат жрецу к рубику. Они усиливают мысль изначально когда они говорят избей нас, сорвить с нас все золото, скажи царю, чтобы он это золото отдал своим воином. Потому что от нас пользы нет. Вот первый источник сказания про литяна полностью мысль усиливает самое главное. То самое, что веки 16-ом практически бывшим язычникам неактуальны. То, что у нас это переписывают в 16-ом, 17-ом веке, они переписывают скорее по некоторой единой росы. Потому что литература в этом плане богатая, но переписывают как давность прошлого. Но не как настоящий ряд. И вот если бегунов нашел слово в раме в трех списках, то я пока посидел в библиотеках за 5 лет я нашел еще 12 текстов. То есть всего 15. Каппадитян это уже получается 105 текстов каппадитян. И это еще не есть. У нас есть еще одно слово это называется слово «Пришествие волхов». О нем тоже не так часто говоря. И там если в отличие от слова «Зведи Иране», где взяли самые такие диагерские цитат и подробности, но условно подходящие к пониманию канонического, то условно «Пришествие волхов» надо вывасить все, что касается канонических деталей и поставили то самое поклонение как раз младенцу «Хрен стул», когда он не радовался и хлопал в руки и когда он настолько как раз спал о том, что ему поклонились, они оставили обличение евреев, потому что для некоторого рода клирников, если они ни разу в своем произведении евреев не обидели, это несерьезно получается произведение. По крайней мере, обличение уже не такое. Возможно, это связано в каком-то смысле с ереси жидовствующем, с другой стороны, это общее место у некоторых христианских книжников, что если в городе нет воды, если сегодня колодец отравлен, то виноват естественно то самое грант мудовеньшистство, которое на нас не похоже. И вот вы верни имеете, и взгляд, и взгляд, и взгляд. Повторяю, тот самый аппас V века, который очень важен, это будет внутренний религиозный поведение. И к этому слову «опришествия волхвов» в самом конце они добавляют очень трогательное благослование по поведению младенцев. Потому что тоже, в принципе, в каноническом Евангелии атмосфер описывается очень жалко, очень скупо. Это называется о том, что просто их голос ранее был, Ирахим плакал и не хотел его тешиться, потому что детей не было. и Ирах подправляет своих воинов, они убивают в поведение каждого младенца двух лет и младше по времени вот этого патришинства, которое он узнает в отпуске Волховов. И есть сказание, которое в греческих текстах приписывается Ангеллоустро, хотя он тоже подложный, он из патрологии Миния в разделе Испона и вот там написано начинается как хотел бы их вымок хотел бы я всегда вам духовные слова рассказать, но сегодня расскажу вот об этом событии. И там очень подробно и очень детально говорит о том, как воины приходят в Дефлеем и как они берут младенцев, как они отбирают их матерей, как их разбивают, уничтожают. Эта картина очень экранизировать нельзя, но очень некрасива. И там есть плачут матерей, которые это слушают, которые это видят. Увы нам, увы, милые наши часы, лучше бы нам умереть, чем видеть то, как вы сейчас страдали, как вы умирали. Лучше бы нам, лучше бы, чтобы земля открыла 16 годов, захватила и похоронила, и чтобы нам раскрыли. Увы нам, милые наши часы, лучше бы вообще не рождались, чем перетерпеть вам вот эту любимую муку. И вот это слово влюбление младенцев, оно в премьерусской литературе повторяется не один, не два раза. Оно есть слово преследового хвоста, которого как минимум 20 рук прописить. Есть в составе русского по происхождению слова ныне на большинство обычного вернования приходит, я толку чувствую, на Рождество. Тоже приписывается Анну Пауста, но селегон русское по происхождение это на рынке 55 списков. Есть отдельный еще в составе произведения как раз от перевода имумово с греческого, которое начинается «хотелось бы вынуть духовное славица». И оказывается, что в ремнии русской культуры совершенно нехронический текст «Плач матерей» он повторяется практически регулярно. В каждом втором тексте, ну не каждом третьем, четвертом, пятом тексте на Рождество мелькает вот эта вот идея оплакивания младенцев. И это не только плач тех младенцев, которые они теряли когда-то, это еще и плач от тех, кого теряют сегодня. Ну, для русской культуры, если мы учим высокую детскую смертность, то естественно те, кто уходят, тем более чаще всего уходят без крещения, например, ну и в течение продолжительного времени жизни как-то и болеют, и страдают, то как это еще объяснить? Наверное, только вот этим подогрением мелькинским младенцам. Вот это приходит как такая память. То есть текст выполняет всегда какие-то функции. Он меняется, живет и перетекает от одного другого слова, в том числе потому, что у него есть определенная цель присущения здесь сейчас, сегодня. то есть в этом плане как раз из сказания крабитяна оказывается частью истории не просто поклонения младенцев Христу и просто вот этой историей передачи власти, но в том числе и памятью о тех, кого люди теряют востоян. То есть в том числе и вот так. Также сказания крабитяна как апокриф становится частью истории в том числе и такой гипискурской проповеди. был второй публиксис с 15 века спиридон по имени Савва. Он вообще был родом из твари и судя по всему его он был очень необычным человеком. Человек и никто ничего не знает о Инстандреи никто никогда родился никогда вновь. Все это очень сложное и известно из истории что в 1476 году он пришел в великое княжь по литовское и сказал что его патриарх Рахаилов положил в митрополит киевский в селе Руси на тот момент у нас получилось такое деление что была киевская митрополия Руси с центром Москвы и была киевская митрополия искованная с Киевом но зависимо от великого княжства Литовского которое продолжало быть митрополией принадлежащей Константинопольской церкви а наши в этот момент зарабатывали себе автокепали и померили спустя сто лет князь Каземир вот этого Спиридона Саву который пришел к нему и сказал что ядик это ваш митрополит он его не принял он его не знал у него был свой собственный статий и недолго думая князь Каземир его где-то на границе Белоруссии и Литвы он заточил его в городе Куня и там Спиридон тихонечко писал всякие известия писал какие-то произведения обращался свойства его характера неусидчивые в летописи даже Спиридона плавится сатаной но отдельно обещается Спиридон по-розвищу сатана но сатана за резвость ну то есть не по-другим каким-то качествам и вот Спиридон оказался настолько интересным он всячески пытается оттуда как-то выскочить ну как-то уйти за точение и наконец-то почувствует себя настоящим епископом наконец-то поредовать открыто но ему это он в 1483 году отправляет послание к Ивану Третьему но этот посол приходит к Ивану Третьему и рассказывает вот был такой Спиридон он сейчас в заключении он просит твоей помощи этот Спиридон к тебе Ивану Третьему вез много мощей из Константинополя но все мощи пропали прости пожалуйста ну все забрал Казимира и вам Третьему послушал послушал похвалил долго при себе держал но при этом сказал заступаться за Спиридоном мы не будем его защищать мы не будем никак его собственно прикрывать и воевать и за это с Казимира не будем ну действительно зачем собственно с хорошим человеком отношения и в общем так или иначе Спиридон Савва все-таки сбежал от Казимира где-то непонятно когда никто не знает но в 1903 году предположительно он оказывается все-таки на Руси и возможно какое-то время он тоже не живет Ивану Третьему Спиридон как как личность как и сельского тоже не нужен у нас в этот момент есть собственный митрополит и у нас нет никакого общения с Константинопольным официальным и поэтому Иван Третий просто Иголу закрывает в монастырь в северном и собственно там он спокойно живет то есть он опять в заточении и вот оттуда уже мы о нем узнаем когда Игумен Досифей создавая дописывая свои воспоминания Досимей Савва и Соловецких он рассказывает об этих святых архиепископу Кеннадию который создает перевод Кеннадийской книги более Савва Савва Иголу в общем известный язык конца 15 с начала 16 века и вот там-то как раз Геннадий им говорит а ты эти свои воспоминания охрони литературно ну то есть охрони так чтобы можно было читать и не просто сам запиши но отдай свои записки тому самому Спиридону который здесь вот неподалеку пребывает и Спиридон создает это житие засимые Савва для Соловецких и становится частью прекрасного можно сказать его автора Спиридона его современники и Геннадий и Сифей называют не просто человеком-ученым а человеком-чрезвычайной книжности в одной из редакций Геннадий даже говорит ну вроде бы как говорит говорит что Спиридон это столб церковный так вот это столб церковный и в итоге у нас есть пять его произведений дословно это житие засимой Савва для Соловецких это изложение православной веры это слово о Святом Духе это сказание Огнедия Владимирских и по-моему слово на еретиков которое подписано Саввы как его вторым именем так вот оказывается что есть еще шестое слово которое называет Словно Рождество я его нашел совершенно случайно когда просто устал читать сказание Аполитяна я начал читать все что рядом в локописе есть и нашел цитату и там слово полностью такая проба и герелетика на церковной праздник светлее солнце быть настоящий праздник церковный настоящий праздник Рождества солнце чувственное и сушает тину там разгроняет облаки но и облаками часто бывают наступаемые светлые сговорят и не сияют солнце же умное то есть Бог солнце умное дает и действие и силу и никогда не расхудевает идеи настоящие и своих верных всегда при себе собирает и рассказывает дальше о Рождестве причем о Рождестве он рассказывает совершенно отрываясь от всяких исторических фактов он полностью свой текст целиком он имеет на это право потому что он епископ епископ согласно он 49 правилу Труйского собора епископ имеет право толковать он не просто имеет право толковать догматы а он может рассказывать больше то есть он не связан с рамками цитаты если тот книжник который написал слово звездей ранний в каком-то смысле был завязан в рамках этих цитат и должен был балансировать между ссылками не открывая своего называющего имени то Спиридон с самого начала пишет это слово Спиридона бывшего архиепископа который собственно экзарх Константинополя извините не хуфры как вам тут кажется поэтому этот план он всегда хочет доказать что он имеет власть учить наверное не потому что он скончался в разоточении и вообще ни разу никогда не был епископом настоящим ну то есть есть какой-то в этом плане комплекс когда он активно через произведение реализует и показывает и оказывается таким необычным автором хотя книжникам высочайшего класса он настолько легко цитирует всякие идонтийские источники греческие он цитирует иссихазский как раз вот центр иссихазский вот современную ему там поломинскую терминологию как будто вроде бы никто больше то и не ну то есть у нас еще три года с этого не было у нас иссихазмы знали только еще старого характера 8-го 9-го века весьма 9-го а спередов уже об этом говорит буквально из первых уст и вот после своего вспоминания о том как была перепись почему она была он рассказывает о том как юлия цереза убили собственно и пиопатру упоминает ну то есть у него такой широкий экскурс в истории примерно как я сейчас отвлекаюсь от слова на бродиство и внезапно он говорит ну а когда там когда звезда явилась то она явилась сначала в персидском она явилась сначала в кубернице и кубернице когда она явилась был диалог между жрецом и царем и в самом конце когда он пересказывает тоже совершенно своими словами буквально два-три лексических пресечения текстов сказаний правитян он пишет а это то что я вам сейчас процитировал это мы нашли в написании правитянов графосоли суща царского двора вот графосоли такого слова в греческом нет мы поняли словари когда долгаясь с коллегами еще что-то я долго искал пытался найти что-то слово графосоль но нет вопрос может быть в 15 веке был бы сейчас не вспоминается а потом оказалось еще что у спиридона была такая авторская фишка он писал на таком достаточно чистом языке ну насколько можно говорить про чистоту языка в 15-16 веке то есть он писал на славянском языке все у него было легко но он вставлял 2-3-4 слова греческих текст было на многостраничный текст у него была как такая авторская нарка несколько слов греческих когда он писал о седином афенгаре 15-й календы септембря месяца и вот никто из его ну точнее никто из читателей 17-го, 16-го, 19-го века вообще не разбирался что такое там фингаре календы и современники его судя по всему многие тоже не знали у нас греками была очень сложная такая ситуация латынь была намного ближе а для него это был греческий текст это такая маленькая подпись и он нам тоже нашел лаплетиан как-то его переработал возможно он как-то увидел его добавлялось в текст как чистая историческую деталь и таким образом оставил его в своем слове полностью хотя и переработав это собственно такие основные три примера которые я сегодня приводил это слово везде и ранее везде и ранее это несколько таких способов осмотрения как апокриф как тайное причем ложное сказание как оно может функционировать его можно полностью переработать как мы видим везде и ранее сделать абсолютно комбийский текст сделать его таким приемлемом чтобы во время любого поклонничества например любому человеку можно было бы сказать красивую картинку то есть слово везде и ранее та самая картинка мира где начало до конца рассказывается все что связано с священной историей про звезду связано со звездой это звезда Балаама это звезда явившейся в храме охрана появилась при Соломоне все это красиво совершенно не соответствует истории везде и везде вот такого пересечения получается можно сделать его покрив и еще больше и покрив и взять только вот те самые провокационные полемические детали но которые создадут ощущение такой спора вот спора с ними на самом евреи как получилось в слове о пришествии Болхов когда европонитяне дерется тот самый кусочек полемики обречения людей можно покрив взять и демонстративно взять и тут же его совершенно поменять оставим буквально два-три-четыре слова но тем не менее взять его воспоминания просто как историю как чаще всего апокрифи перехватили и таким образом это тоже будет часть его жизни и оказывается что когда мы с вами соберем все так или иначе тексты то самое что можно назвать древнерусской литературой то мы обнаружим что апокриф является ее непосредственной частью они постоянно где-то функционируют как занимательный рассказ вот у нас не было англитерских романов у нас не было текстов которые как-то так которые были характерны для средневековой европы как там божественные комедии больших поэтических текстов у нас не было но фольклор и в каком-то слухе порезия она все равно функционирует народная оборная стихия она выражала себя в таких легендах которые по-новому раскрывали привычные тексты священной истории они давали какую-то новую ярко-градскую жизнь более того в одном сборнике могли встречаться несколько вариантов одного того же апокрия просто для того чтобы можно было их сравнить в этом плане вот эта вот каноническая традиционная культура она оказывается не замкнута каноном а она оказывается им распространена именно на столкновении вот этих на сравнении вот этих неожиданных связей на неожиданном сравнении цитаты мы находим новую какую-то гиперсулку как будто у Спиридона можно найти отсылки не только книги Маргарита но если брать у него все цитаты из верхого лаборатора которые он приводит это все цитаты ветхозаветных чтений в мире которые используются для нежнества и оказывается что он в совершенно непринужденном виде создает окружающую картину цитат которые используются на богослужении он создает ту же самую богослужебную структуру хотя и не ссылаясь на нее и это оказывается у нас таким повторением богослужения и вполне возможно это тоже связано с особенностью жизни он-то сам служить не мог ну по крайней мере служить напрямую официально ему нельзя в грамоте которую один из епископов подписывал в 1911 году его поставление там было отдельное проклятие и в коем случае не служить со спиритом человек с одной стороны очень несчастный в своей жизни потому что никогда не мог реализовать себя а с другой стороны он через литературу себя реализовал и мы можем это как раз проследить и с одной стороны может показаться что я сейчас очень долго рассказывал о вещах которые никак не касаются нашей жизни и это так но с другой стороны мы с вами тоже сегодня постоянно живем в таком пространстве апокрифа вот эта ложная отреченная литература фейковая она преследует нас вот и до и сегодня намного больше чем в истории там древней Руси что в древней Руси в количественном счете были какие-то индексы которым можно было доверять и сравнивать в древней Руси в конце концов количество тельств было ограничено и можно было если очень грамотный человек и живешь в большом скриптуре ты по крайней мере в центре экологонтокультуры можешь проверить большую часть из них а сейчас те же самые руки это функционирует постоянно рассказываются истории и рассказываются о детьихе сюжеты полностью меняются и они применяются как в новостях в культуре там те же постоянно меликают как такая вот антинаучная риторика например размышления задорного о русском языке например или там чудинов которые видят надписи о всех древнерусских сборниках ну и не только в сборниках самые равновразные эти апокрифы мелькают у нас как некоторые конспирологические дизайки ландарисы например то же самое находит появляется сначала в одном романе потом изымается и начинает функционировать список протоколы сионских мутерсов которые запускают как текст чисто по критическим произведенным источником он не показывает откуда хотя это французские записки и в общем все это оказывается таким областью которая передается с некоторым наветом мистической тайны это никому неизвестно как инспирология мировое правительство нас скрывает на самом деле нами управляет вящими вот ими доказательствами или например еще какие-то варианты это тоже тот же самый околк и бороться напрямую с ним сегодня много сложнее потому что у нас нет того наверное патриарха Филарина Никитича который выросли зачеркнет еще что-то к счастью нет но с другой стороны нет никаких способов с ними даже спорить как таково с другой стороны иногда может быть в чем-то можно учиться какой-то образ структуры а можно создавать какой-то новый текст совершенно новый который будет более привлекательным потому что в конечном счете в условиях вот этой свободы стихии языка который свободной литературой как жила древняя Русь наверное побеждал тот самый текст который привлекал человека к своей несмодерности который привлекал человека к каким-то вот какой-то живостью которая на самом деле проглядывала как в церковных текстах так в светских ну и так я наверное больше заключения хочу рассказать маленькую историю еще один апокриф который мне очень нравится это апокриф у богомильских о создании Адама он очень хорошо красиво показывает как вообще бог создавал Адам богомилы это еретики которые считали что в творении участвовало два творения один это благородный творец бог и еще один злой как раз дьявол сатана который человек всячески старался избросить и вот представьте себе этот текст создания Адама рассказывает что бог выявил Адама из глины что он им положил его сушиться все хорошо красиво пусть слушаться проходит мимо адам проходит мимо дьявол ведет творение божьей любит что он чувствует он чувствует гнев и зависть он берет палку и возмущение его тыкает пальцем тыкает палкой и дырот натыкал убегает бог проходит мимо это же все утрех он в этом плане вечно глядут бог проходит мимо видит вода миды появились как негов как вышло взял тут пригладил тут пригладил тут немножко причесал еще что-то и дальше ушел получилось красиво поэтому у нас две на три два муха на филе ну то есть естественно в ягоде человека неудим именно так потому что дьявол тык дальше дьявол опять проходит видит ну как же так а человек опять красивый лежит тогда у него накидывает всякой глянзи мусора там камала еще что-то соли на него бонамал изо всех сил нагадил как сумел опять бог проходит видит адам грязный как неловко только что чистый он и на риман коварач на риман ковар и теперь посмотрите мы снаружи все симпатичные некрасивые начнешь внутри копаться и столько грязи все вот дальше собственно и опять положил адам сушиться проходит адам простите проходит я уже тридцать и опять адам красивый сколько можно терпеть красоту и у него накидывает личинок гусениц на всяких червяков всяких чтобы не копошаться бог опять проходит и опять адам исполчен на изнан уже не выберешь очищать я уже не знаю какие там активации было но просто ведут и дуют на него и все эти ящерицы там слизняки они входят в человека и так в человека появились болезни страдания естественно естественно очень бытовое простенькое объяснение почему человек такой какой есть естественно он их совершенно не согласуется с каким-то комическим сраковным преданием вопросом вопрос и если у кого-то есть как раз есть возможность задать какой-нибудь сауну священник бог православной церкви да храм благовещения наши люди да я не в запрете я честно честно с вами это ну просто дело в том что апокрифы я выбрал совершенно случайно мне просто когда я был в университете научный руководитель говорит ну выбирай чем будешь заниматься а я был очень глупым я совершенно не начитанный человек на филологии я думаю ну интересно какую-нибудь тайну взять и я так выберешь хочу посмотри когда я начал читать читал год два три в итоге нашел вот это вот слово и ранее нашел спиридон прочь прочь и я надеюсь когда-нибудь это предоставит но правильного священника стал и мне ничего не кажется что это противоречник кажется чем больше знаешь оба рифов тем больше понимаешь как их учтенять в церковном предании делить настоящее от ложного ливан и изумирно это на современном русском языке это что такое ливан это лад ладом а изумирно это благоухание это ладом который сгорает а изумирно а изумирно это масло погревание и в других текстах на рождество толкует так что золото подарили христу как как царю на земле как царю ливан ладом ему подарили как крождение почесть которая выдается самому творцу богу а смирно то есть погребание масло ему подарили как как предвозвести его будущей смерти еще скажите пожалуйста это сказание ободами появляется персонаж такой лилит это тоже один отрифов причем отрифов такого иудейского варианта я если честно ветхозаветных не очень силен по-моему появляется но появляется даже не в сказаниях ободами а вот в этом каббалистическом учении каббала который отдельно появляется веке по-моему в 13-14 это не древний еврейский это даже средневековый еврейский текст который уже впоследствии по-моему так потому что древние еврейские упоминания я не помню так навскидку вам не найдут но здесь понимаете как у апокрифы есть в каждой в каждой религии есть определенный священный текст который легендарный который расширяет или противоречит каноническому условно преданию это даже вот интересно как у нас апокриф для библии джон мильтон пишет авторский апокриф потерянный рай где сатану представляет таким благородным ироническим героем хотя бы это после был где сатана это непонятый творец где он такой весь несчастный из себя вот он изгнал но у него была хорошая идея и самое интересное как уже в современной культуре в 20 веке джон толкин пишет властелин и властелин колец становится много как хамон с его заметком еще что-то а у нас в конце 90-х по-моему пишут темную книгу арды я вот не помню к сожалению автора Васильева и Некрасова Васильева и Некрасова они пишут темную книгу арды которая полностью по идее повторяет Джона Мильтона где главный антагонист главная зло Гера Толкина он оказывается тем самым непонятым творцом который изменить из канала как это описывает милитор сюжет один и то же повторяется то же самое один в один два канонических текста получают одинаковых апокрифических продолжений естественно не соприкасающихся с региональным каноном по идее сочетания это все самским может немножко не потеет есть анзар фильм голливудский и он описывал события второго века когда христиане с язычниками конфликтовали и там был разрушен храм Аполлона по-моему были какие-то трактования почему-то там выговорить основу или отказан от гиппатии там и война была у них такая уже отношения напряженные почему это происходило были какие-то трактования украшения естественно потому что каждая религиозная система в том числе воплощение здесь и сейчас борется не только за чистоту веры не столько за чистоту веры сколько за реальной власти и поэтому пересечения у Кирилла Александрийского в этом плане если честно он был как раз это вспоминает эту историю известную церковных родных у него характер был как бы так помягче сказать он очень очень агрессив в этом плане и он действительно своими проповедями народ то смущал там восхищал сподвигал куда-то так и он в этом плане очень пламенный проповедик историки по-разному церковные которые оценили город я имею в виду историки как ближе к тому времени они по-разному они говорят что это именно он спровоцировал людей другие говорят что он не спровоцировал что он хоть как даже пытался остановить но совершенно непонятно как они в итоге вместе уживались в этом плане так что я по церковной истории не очень специалист я только помню что в каждом конкретном мы находим не только лидеральный какой-то стремение, но еще и вполне конкретный журналистский мотив, который далеко не всегда очень симпатичный и глядный, поэтому как оно по-настоящему было, совершенно непонятно. То, что Паут действительно случился, так. Понимаете, как здесь, в каком-то смысле, изначально христианство, как культура слова и как-то идея нарушения культа, помещает на идею как раз уничтожения вот этих вот и лишних посредников, и вот этой сложной структуры, когда есть вот скрытая, есть вот только калавиков, то есть растецов. Эта система оказывается очень сложной, она оказывается невыносимо тяжелой и очень быстро уже, как только христианство становится более неприемлемым и эзотическим скриптилией, она становится структурой иерархической, и свойственной для жреческой культуры. Ну вот, для жреческой культуры. И поэтому нет такой заботы о сохранении подренних храмников, нет даже понимания такого культуры и ценности, наверное, другого, другой истории. Поэтому нет никакой задачи, например, сохранять греческие, чужие храмы, тем более храмы чужих богов. Как я уже говорил, на этапе какого-то сосуществования, когда христиане и язычники существуют в каком-то аритете, они друг друга уважают, и христиане могут, например, говорить, ну, ваши боги передали нам власть. В этапе, как только христиане, на самом деле, любая религиозная система, как те же самые сейчас у нас организаторы, запрещенные Российской Федерацией, Египта, когда они захватывают власть в каком-то городе, они вполне спокойно чувствуют себя в себе и уничтожают древнейшие памятники культуры, потому что они им не нужны. То есть вот победившему религиозному фундаменталисту, действительно, у них это не нужно. И в христианстве, как в культуре слова, это особенно остро чувствуется, потому что важно слово, важна идея, а факт не важен.